Сейчас уже ЦИК официально объявила о том, что голосование завершено и никаких нарушений выявлено не было. Что ж, продолжим тему выборов в Турции. С политологом к нам присоединяется Хакак Аксай. Хакан, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Анонсированы ли уже какие-то, может быть, акции сторонников Эрдогана и сторонников его оппонента? Нет, пока ничего нет. Достаточно все спокойно, все ждут первых результатов. Возможно, несколько часов нам надо будет ждать. На самом деле, последние дни мы были очень напряжены, потому что неделю назад и до этого были какие-то попытки беспорядков, какие-то нападки на представителей оппозиции. Но все как бы обошлось, и больших провокаций не было. И вчера, как было по закону установлено, в 6 часов вечера, по-нашему, закончился период пропаганды. И после этого, кстати, после 6-ти, господин Эрдоганн, президент, как бы показательно выступил с политической речью в Святой Айософии, как бы показывая, что он может делать то, что хочет, не всегда, не совсем подчиняется закону. Такой был интересный момент. И то, что вы недавно спросили Сергея, вашего корреспондента, сегодня интересно было для нас, для турок, тоже интересно было, что он перед тем, как голосовать, президент раздавал деньги. Это мы понимаем, что это означает, это показательно тоже, что кто поддерживает его, как-нибудь там Эрдоган будет защищать их интересы и раздавать или деньги деньгами, или как-то чем-то. То есть все будут в выигрыше такой. Хотя, конечно, для многих это выглядит как-то не очень хорошо, тем более дети. И один из которых, кстати, не хотел, несмотря на все уговоры, в общем-то, подходить. Но оппозиция достаточно спокойная, спокойная и ждёт результатов. И пока сторонники власти тоже. Что будет вечером, что будет ночью, не знаю, посмотрим. Хакан, а как вы думаете, если результаты будут всё-таки не в пользу Реджепа Эрдогана, примет ли он это поражение? Очень надеемся на это, потому что по закону, если какая-то из сторон получает 50% плюс один голос только, этого достаточно для победы. Но всё-таки, откровенно говоря, многие в Турции, особенно в оппозиции, боятся, что если получится так, что очень небольшой отрыв, как, скажем, на выборах меры Стамбула 2019 года, то всё возможно. Тогда, я напоминаю, власть не согласилась используя свои рычаги в судебной системе. Всех заставили ещё раз сделать выборы, в результате которых, кстати, с большим отрывом тот же кандидат, оппозиционный кандидат, выиграл. Но сейчас что может быть? Ну, оппозиция, честно говоря, надеется на отрыв с разницей, хотя бы на несколько пунктов, там, 52, 53, 55 и так далее. Возможно ли это в первом Туре? Многие достаточно оптимистично высказываются, из-за позиции, я говорю. Со стороны властей очень редко кто говорит о том, что возможна победа в первом Туре, но очень многие говорят, что победа будет обеспечена во втором Туре. Тоже другой вопрос. Если будет у нас второй тур через две недели, то между этими турами что будет? Какие-то будут провокации или что там? Какие-то беспорядки? Тоже волнуемся. Всё-таки надеемся, что сегодня всё дело закончится. А у вас есть понимание, мы вот тоже Сергеем об этом говорили, насколько эти выборы важны для России? Была информация в оппозиционной турецкой прессе о том, что якобы Россия вмешивается в эти выборы. Вы вообще в это верите? И да, насколько вообще актуальна тема России сейчас на этих выборах для турецкого общества? Я думаю, что очень актуальна тема России, очень актуальна. Но я просто не знаю, что более актуально. Может быть, выборы в Турции и в России были более актуальны, как ни странно. Потому что там уже месяцами обсуждают, что будет там в результате выборов. И достаточно односторонний подход. Если оппозиция выиграет выборы, то вообще там прекратят все связи с Россией и так далее. Я не думаю, что так будет. Турция и Россия всегда поддерживали связи. Конечно, будут какие-то изменения. Мне кажется, что будут более предсказуемые, более стабильные отношения. Не такие, как при Ордогане и Путина. Но, в общем-то, будут более стабильные. И у Турции, у оппозиции нет такого подхода. Или России, или Запад. Есть разные роли, разные места. И Запада, и Турции. Но что касается вот этого интересного, немножко странного заявления. Лидера оппозиции, Кемаля Клиштароглу, то мы не знаем. И он сам тоже об этом через день говорил, что не могу сказать, какая информация дошла. Но он не сомневается, что кто-то из России, в общем-то, пытался использовать. Это, возможно, связано с властями, как ему кажется. И поэтому уже и времени не было для предупреждения, скажем, по другим каналам, в том числе и дипломатическим, и так далее. Он это делал через Твиттер. И в ответ, когда он услышал заявление Кремля, напоминаю, что пресс-секретарь президента России Песков говорил, что это не может быть, потому что мы ценим отношения с Турцией. Это неправда, кто доносит такую информацию до Кемаля Клиштароглу. Клиштароглу через день сказал, что это хорошо, что такое заявление. То есть сказал спасибо. Ну, как мне кажется, Кемаль Клиштароглу думает, что все-таки он должен был предупредить российскую сторону, и российская страна, как бы успокоилась, не сделала это. По крайней мере, так это выглядит со стороны. Но все подробности мы не знаем. Пока выборы спокойно проходят. Но вот сейчас, конечно, очень главный этап, когда результаты будем узнавать. Какие-то есть моменты нарушения, это представители различных оппозиционных партий говорят, и в Стамбуле, и в некоторых других городах. И все нарушения связаны, небольшие нарушения связаны с тем, что в пользу Эрдогана, в пользу его партии какие-то вмешательства. Но они, как я понял, до сих пор, они небольшие. Они не будут играть, наверное, большую роль. Посмотрим, какой будет результат этих выборов. Ну что ж, будем ждать полуночи. Я так понимаю, в это время появятся какие-то первые результаты. Хакан, большое вам спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова